Самая долгожданная пора у всех дачников, так же как у нас в Московском селекционном центре, это посадка растений в теплицу. У нас, если честно, рассада уже давно истомилась и просится в грядке. Здесь высаживаем в этой теплице перцы, в последующих покажем, как идет посадка баклажанов. Рассада имеет уже более 8 листьев, есть уже зачатки бутонов, корневая система сформировалась. Имеем в виду, что при посадке корневую систему травмировать у перца, у баклажана нежелательно. Что хочется сказать про подготовку грядки? Во-первых, у нас здесь при весенней обработке вносилась азофоска, где-то из расчета 30-40 грамм на квадратный метр. Все это, конечно, прокультивировалось. После того, когда все здесь разровняли, наметили лунки, у нас здесь двухрядная посадка расстояния между растениями 40-45 см, а между рядами 60 см. В данном случае конструкция вот этой грядки широкая, мы можем сделать довольно большое междурядье. Тут сильно ничего такого другого агронома наши не планировали высаживать. Также при посадке для того, чтобы простимулировать развитие лучшее укоренения рассады, добавляется 1-2 чайные ложки двойного суперфосфата или любых других удобрений, где будет превалировать именно только один фосфор. Можно, конечно, добавлять и биогумус, компост, но при добавлении сюда удобрений важно, чтобы они соприкасались напрямую с корневой системой. Соответственно, мы все это немного еще заделаем в грунт. Здесь мы уже пролили. Также у нас здесь проложен капельный полив в этой теплице, чтобы с лейками не прыгать, время не тратить. И мы сейчас при посадке тоже посадочную яму дополнительно прольем. Очень важно не заглублять рассаду перца при посадке, а сажать на тот уровень, как это было в горшочке. В нашем случае рассаде уже довольно много дней, больше 50. Себель уже такое имеет строение, такое крепкое, чуть ли не там, ну, еще не адресневевшее, конечно, но оно в любом случае не даст вам дополнительные корни, а место слабое появится, где может съесть вот эта инфекция. Сажаем, прижимаем, то есть весь сам процесс посадки бесхитростные. Главное, что все сделать прямо, не сделать криво и косо. Второе растение сделаем все то же самое. Внесем двойной суперфосфат, прольем. В принципе, он не сразу начнет действовать на рост вот этой корневой системы, а постепенно, пока еще будет тоже отрастать новые всасывающие волоски, и подкормки ближайшие две недели можно уже будет по растению начинать. В нашем случае у нас есть капельная система капельного полива. Питание мы можем дать прямо через каплю вместе с поливом, после полива. А чем же можно подкормить перцы сразу после высадки? Ну, мы сразу сначала кормить не будем, все-таки дадим время. Сейчас у нас будет очень долго все это поливаться и проливаться, чтобы влагой все хорошо напиталась земля, потому что довольно сейчас, вот в данный момент она сухая, но к концу дня ситуация значительно изменится. Также после посадки я бы хотела все-таки растения мои посаженные пролить. Та земля, которая могла чуть приподняться, ну, я тут руками ее добавила, корню, она сейчас тоже осядет, уйдет от моего зеленого кома, что я посадила, и все у нас будет, в принципе, хорошо. Когда вы готовите почву и вносите вот это удобрение, полезно за неделю до высадки рассады пролить вашу грядку любым препаратом триходермы. Ну, у нас триходермин, например, используется. Где-то из расчета одна 10-литровая лейка на квадратный метр. Лучше это сделать за неделю для того, чтобы уже почвенный грипп начал работать и вытеснять вот эту нехорошую патогенную почвенную микрофлору. Если у вас, конечно, есть такая высокая нагруженность, то это надо делать обязательно. И еще при посадке можно внести в таблетках глиокладин под каждое растение. Это тоже триходерма, только другой штамм. Они вместе с друг другом будут хорошо работать. Все только во благо здоровья вашего растения. При подкормках, конечно, если мы используем минеральные удобрения в подкормках, то тогда учитывайте, что на начальном стадии рост растению необходимо дать и азот, и фосфор, и калий в одинаковой дозе. Вам в помощь будут марки Агромастера, Плантофит. То есть эти все цифры написаны. Все это есть и в малых фасовках, и в больших промышленных фасовках, как мы покупаем, используем. Также еще хочется отметить, что стоит уже работать на опережение к вершинной гнили, потому что причина вершинной гнили плодов это как раз либо недостаток при поливе, то есть недостаток влаги, есть перекосы с поливами, вот так плоды страдают. А может быть, когда на самом деле есть нехватка кальция в априоре, и растение это не получает, и начинается образовываться вот это бурое пятно на кончике плода, будь то перец или томат. Чем обрабатываем, чем поливаем, чем помогаем. Но в данном случае мы используем кальциевую селитру, тоже полив.